Этот праздник стал поистине всенародным. Его история началась еще в 1918 году, когда были сформированы первые добровольческие отряды Красной Армии, а продолжилась во время Великой Отечественной войны, локальных войн в Афганистане, Чечне, во время техногенных аварий. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую ответственную службу. В преддверии праздника во Дворце культуры имени тысячестолетия города состоялся торжественный вечер. В зале собрались люди самой мужественной профессии – защитники Родины. Это офицеры и солдаты Муромского гарнизона, сотрудники правоохранительных органов, представители силовых структур, ветераны. И сегодня я хочу поздравить с наступающим праздником, прежде всего, вас, дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны. Потому что вашими трудами, вашими кровью и потом была сохранена наша страна. И все, что сегодня мы строим, развиваем, боремся, трудимся, все это возможно, потому что вы 70 лет назад встали как один в строй и защитили нашу Россию. В праздничное чествование героев во Дворце культуры тысячестолетия города стало доброй традицией, как и поздравления от первых лиц – главы и председателя Совета народных депутатов округа. Наша страна по праву может гордиться своими сынами, которые с отвагой и огромнейшей любовью к родной земле отстаивали и отстаивают сегодня ее интересы. Крепкого вам всем здоровья, успехов в родном и мирном деле. К празднику было приурочено и торжественное вручение наград – юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы. Елена Петрова, Александр Бурсуков, Новости, Муром.